Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола, всем большой привет. Поздравляю, безусловно, я своего напарника, своего коллегу с днём рождения Хабаровского края и прежде всего с тем, что футбол вернулся в Хабаровск. Только первый матч этого сезона Мэлбет Первой Лиги СКА проводит на своём поле. Болельщики ждали целых три месяца, когда смогут поддержать свою любимую команду. Один, вперёд, СКА! Что помогают сегодня Кириллу Силантьеву, Евгений Синянский и Дмитрий Маликов. И, друзья мои, начался матч, начался поединок в Хабаровске. Приветствую всех зрителей нашего поединка. Давайте скажем о том, что... Вот непривычно видеть пустую трибуну большую, но всё-таки... Ох ты, какое начало! И вот это да, уже на 23-й, а то и даже на 22-й секунде Урал открывает счёт. Вот хорошая, такая довольно уверенная атака гостей приводит к тому, что мяч оказывается в воротах вот этого голкипера, который негодует сейчас по поводу действий полевых игроков. Ислам Имамов сейчас, по сути, ничем не смог своей команде помочь. Никита Першин, номер 20, Камран Алиев, номер 11, Альбек. Ой-ой-ой, это гол! Вот это да! Тут рикошет один, второй, вот такая скидочка, и это гол. Казалось бы, уже всё закончилось тем, что игра возобновляется, но возобновляется она с центра поля. Да, вот это начало, начало просто потрясающее. За неполные пять минут команды обменялись забитыми мячами, порадовав болельщиков сначала Екатеринбурга, а затем и Хабаровска. Но пока у нас счёт 1-1. Для тех, кто только что присоединился к эфиру, для наших болельщиков из всех регионов, скажем о том, что у нас очень быстрое начало. У нас, дорогие друзья, феерия футбола. У нас уже счёт поменялся. Невероятная скорострельность за 9 минут, 3 мяча, и Хабаровск выходит вперёд. Гол! Ворота команды Урал! Забил! Камран! Девять с половиной минут сыграли команды. Ну вот, немножечко посмотрели мы, что и как. Ну и вот момент хороший, с довольно классным ударом. Кирилл Силансев в работе. Главный арбитр подсказывает Егору Мосину, чтобы тот не торопился. Хороший навес и мяч в воротах. Линейный побежал центру поля, и это говорит о том, что вне игры нет. 2-2 и просто сумасшедшая, и абсолютно какая-то феноменальная результативность в этом матче. За полчаса команды забили 4 на двоих. Перевёл. После навеса Егора Мосина скидка грудью. Заброс в центр, очень хорошо, нет ли положения вне игры, нет свистка, нет. Удар, и где мяч, хочется очень сказать. И мяч сейчас не попадает в ворота Ислама Имамова. После довольно классной атаки Урала, которую мы сейчас посмотрим на повторе. Не так он давно, и причём не очень здорово с ним расстались в Волгограде. Хороший удар, гол! Мяч в воротах. Прямой удар со штрафного в исполнении Мартина Секулича. И 3-2. Урал выходит вперёд на шестой минуте второго тайма. Получится мячом завладеть Болист Урала, но нет. Надёжно сыграл Болист Ка. Здесь Егорчев видит, что мяч рядышком, но всё-таки чуть расторопнее сыграл Николай Паярков. Отдаёт передачу, и до него мяч доходит опасно. Удар, гол! Гол, вот это да! Продолжается голевая феерия. Просто невероятно, как удалось сейчас выйти на ударную позицию Николая Паяркову. И пробить в противокод Алексею Мамину. Есть полное ощущение, что как будто бы даже и не получился тот удар, который задумал футболист Ка-Кабаровского. 17 минут всего команда сыграли во втором тайме. И уже обменялись голами. Перехват в центре поля. Пас вперёд на Шарля. Шарль не решается на удар, хотя, наверное, мог бы это сделать чуть пораньше. И ещё немножко мяч протащил. И в то же время дал возможность сопернику выставить ногу. И затруднить задачу. А вспоминая о том, что долгий путь пришлось проделать уральцам. Да, и ещё в аэропорту задержаться. Опа! Вот это удар и спасение Мамина. Да, не самый сильный удар. Но, тем не менее, великолепно действует Алексей Мамин. Но продолжается атака СК. Попытка дальний удар совершить. Немножко опрометчивая. Так сегодня сложилось. Зато второй тайм мы видим сегодня без сбоев абсолютно. А вот мяч штрафной. Но не получается с разворота пробить Ереку Бигфалви. Дальний удар. И показывает Аюпов, что мяч попал в руку игроку Кабаровской команды. Но судья с ним не соглашается. Здесь, наоборот, нарушение уже в штрафной фиксирует Кирилл Силантьев. И надо помочь. Надо помочь Першину, который провёл все 90 плюс уже 3 минуты. Отдал очень много сил. Как и все футболисты, которые начали игру с первых секунд. Бивеев подаёт. Выпрыгивает здесь Бигфалви. И есть момент. Есть момент на завершение какой. О, и понятно, что здесь очень хорошо играет Ислам Имамов, который не позволил забить Сильвию Бегичу. У Бегича уже ни миллиметра не оставалось расстояния до вратаря. Хотя, конечно, в динамике кажется, что оно есть. И как будто бы здесь Бегич попадает в руку. Плюс добавленное время, появившееся из-за паузы, когда на газоне оказался Першин, да, и уходил с поля довольно долгое время. Но Коборовчане для себя сохранили набранный балл, набранное очко, так же, как Урал. Ещё раз всех благодарю за внимание, дорогие друзья. И до новых встреч на футболе.